Если надо, будем приезжать через каждые два дня. Так заявил министр здравоохранения республики Адель Вафин. Он приехал в набережные Челны, чтобы оценить ход капитального ремонта в горбольнице номер 2 и расположенной здесь поликлиники. Остался ли министр доволен увиденным? Горбольница номер 2 была открыта почти полвека назад. С тех пор здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. За годы эксплуатации медицинское учреждение сильно обветшало. Не говоря уже об отсутствии элементарных удобств для пациентов. Но рукомойниками и душевыми дело не обойдется. Здание полностью модернизируют. Глобальная реконструкция стационара началась два года назад. Сейчас ремонт выполнен на 70%. Так, например, в отделении гинекологии палаты полностью обновили. В операционном блоке работы еще много. И у министра нашлись замечания к строителям. А можно вас попросить в операционной не делать так? Столько розеток, сколько вы делаете в операционной, у нас столько приборов нет. И у вас всегда есть аргументы. Вы понимаете, что это приводит к удорожанию работы? На проведение капремонта из-за республиканского бюджета было выделено около 400 миллионов рублей. Половина суммы ушла на покупку нового оборудования. Деньги направят на реконструкцию стационара и расположена здесь в поликлинике. В ней работы пока на начальном этапе. Идет демонтаж плит и батарей. На следующей неделе здесь будет пятикратное увеличение численности именно в этой части. И к 10 октября они обещают полностью завершить работу. Не могу быть полностью доволен результатами. Можно сделать лучше, можно сделать быстрее, можно работать эффективнее. Сегодня мы определённую долю критики высказали в адрес компании «Евростиль». Она недавно пришла на этот объект. Будем справедливы. Помимо ремонта горбольницы номер два, в Челнах проходит реконструкция всех 15 поликлиник. Это и взрослые, и детские. На эти цели из республиканского бюджета выделено более полутора миллиардов рублей. Все работы в них должны быть завершены осенью текущего года. Эльмира Гайнудинова, Андрей Буслаков, Челны, 24.